Татьяна Ивановна, на сегодняшней встрече я молодежь видел. Это мероприятие в рамках какой-то компании или есть какая-то потребность такого образования молодежи? Наверное, потребность в образовании молодежи есть всегда и нужна действительно не только нам, а в целом государству. Нужна именно потребность в образовании молодежи, подрастающего нашего поколения. Но сегодня судом так определено. Сказать, что это в обязательном плане, это действительно нет. Это право суда проводить дни такие, как День открытых дверей. Для того, чтобы проводить День открытых дверей, соответственно, должны участвовать в этом люди. Мы так этот вопрос обсудили среди своих работников коллектива суда и решили таким образом пригласить именно подрастающее наше поколение, для того, чтобы ознакомить их с теми вопросами, что из себя представляет суд, что такое судебная власть, какие вопросы рассматривает судебная система. Ну вот в таком, так сказать, в целом, в общем плане именно для подрастающего нашего поколения, чтобы, поскольку это действительно то поколение, которое продолжает наши дела, поступки, наша молодежь, которой мы именно заинтересованы, чтобы наша молодежь была лучше, намного лучше, чем сегодня мы. Ну, законом, наверное, так предназначено, что дети должны превосходить своих родителей, поэтому мы хотели бы, чтобы свою молодежь видеть лучше и краше во всех сферах жизнедеятельности, ну, в целом, во всем. Вам не показалось отношение молодежи несколько легкомысленным к суду? Да, да. Как это потом отражается уже в реальных делах, когда кто-то из представителей молодежи попадает на скамье подсудимых? Это вот заметно, откуда это легкомыслие? Это неграмотность какая-то, непонимание серьёзности происходящего. Что это по-вашему? Я думаю, что это действительно, в первую очередь, это непонимание. Вот такая несерьёзность какая-то такая, можно сказать, ну, как легкомысленность. Не знаю, может быть, это более такое глубокое слово «легкомысленность». А вот такое какое-то, да, несерьёзное, ещё, может быть, какое-то детское такое, мы будем говорить, понимание вообще отношения к жизни. Это действительно звучало, как бы это, ну, видно, скользит как бы по ним. Хотя смех, я говорю, с удовольствием, это как бы приятен. Ну, наверное, от того, что всё-таки мало с молодёжью действительно проходят вот таких встреч, таких обсуждений, которые бы доносили до молодёжи действительно сегодняшнюю ситуацию непосредственно в нашем городе и в целом в государстве. Ну, а наша система, это, естественно, судебная система, это именно вот та часть, так сказать, чтобы мы хотели, попытались именно вот в этом дне открытых дверей именно довести до именно молодёжи, вот те именно их деяния, которые, за которые они потом, вот из-за какой, как Вы сказали, может быть, легкомысленности, где-то недопонимания серьёзности вопросов, что впоследствии за свои вот такие вот деяния они оказываются на скамье подсудимых. В чём Ваша роль в организации вот сегодняшнего мероприятия по встрече с молодёжью? Ну, моя задача, как руководителя аппарата, была организовать проведение данного мероприятия, пригласить всех учеников наших школ судахских, учителей, довести ту информацию, о чём мы хотим, наши задачи проведения именно вот этого мероприятия. В рамках какого масштаба мы хотим это всё предоставить, что мы хотим довести до сознания учеников и учителей. Ну, и всё это провести, конечно, наилучшим образом, на высшем уровне, оказать какую-то консультативную помощь и что-то такого от себя добавить в жизненных функциях, в перипетиях, которые встречались на нашем пути, на пути тех людей, с кем мы общались. То есть мы провели, мы показали, что всё получилось. Для проведения этого мероприятия у Вас сверху указивка какая-то пришла? Рекомендации были, да, потому что это было название нашего мероприятия, говорится, на государственном языке, звучало так. День открытых дверей суду, крок на зустричь громадской, то есть это прозору влада, это открытие тех функциональных обязанностей перед людьми суда, роль судовой влады в державе. Вот так это звучит. Я безусловно, я там. Спасибо.